В Казахстане откажутся от полиэтиленовых пакетов к 2025 году. Такое соглашение заключили представители производства и правоохранительных организаций страны. Первым шагом к отказу от пластиковой упаковки станет запрет на бесплатные пакеты в магазинах. Теперь на кассах полиэтиленовые сумки будут только продавать. Как показывает мировой опыт, уже при таких условиях потребление пластика снижается на треть. При этом к 2025 году пакеты в Казахстане должны полностью заменить на бумажные. Парламенты Беларуси, Казахстана, Армения, Кыргызстана, Молдовы и России уже поступили законопроекты по запрету пластиковых изделий, а в Грузии продажу пластиковых пакетов с 1 апреля вне закона. Бахчеводы Урджарского района Восточного Казахстана терпят убытки из-за нехватки воды. В этом году половина урожая арбузов и день погибли или потеряли товарный вид. Раньше жители села Шолпан каждый год собирали до 50 тонн бахчевых с гектара. Теперь же урожайность почти в 6 раз ниже. Причина всех бед кроется в Каракольском водохранилище. Его строительство остановилось еще 30 лет назад. Вдоль реки Караколь расположились земли 63 крестьянских хозяйств, но многие фермеры уже не горят желанием заниматься земледелием. Ежегодно собиравшие с гектара по 40-50 тонн продукции, в этом году фермеры довольствуются всего лишь 7-8 тоннами. Это даже не покрывает бахчеводам расходов. Каракольское водохранилище вместимостью 55 миллионов кубометров воды строилось в 80-е годы прошлого столетия. Работы успели завершить лишь на 60%. Дальше не было финансирования. Сейчас возможности объекта позволяют поливать всего 400 гектаров орошаемых участков. Пока неизвестно, когда начнется реализация проекта. Но фермеры надеются, что после послания президента страны, где Касым Жумартакаев поручил увеличить орошаемые площади на 3 миллиона гектаров, их проблема наконец-то решится. Проект строительства Нижней водораспределительной станции и магистрального канала уже завершен. Теперь необходимо спроектировать само водохранилище. Вообще, если запустить в работу этот важный водоносный объект, мы сможем покрыть орошением 15 тысяч гектаров башни. Запуск нового проекта на ключевом предприятии «Гродно Азот» – это будущий центр энергетики. До конца следующего года начнется возведение нового комплекса. По сути, рядом с предприятием, которое работает уже больше полувека, появится еще одно. Меньшее по размеру, но его мощности позволят выпускать в полтора раза больше продукции, а значит полностью обеспечить удобрениями агрария в страны. Еще и отправлять продукцию на экспорт. Проект обойдется больше, чем в миллиард долларов. Имя инвестора и генерального подрядчика станет известно к концу года. Запустить комплекс намеренно через 5 лет, как раз к 80-летию региона. Это три китайские компании, корейская компания и европейская компания. На сегодняшний день идет оценка. Предложение комплекс подразумевает строительство азотных удобрений 1,225,000 тонн в год. К концу года мы ее выбираем. В следующем году заключение контракта, открытие финансирования и проект получает старт. Свежие грибы сегодня можно есть круглогодично. В магазинах на полках шампиньоны и вешенки. Их выращивают на специальных предприятиях. Грибной сезон здесь круглый год. Сбор шампиньонов на предприятии поставлен на поток. Практически весь процесс автоматизирован. Грибной бизнес в Армении стал настолько популярным, что теперь им интересуются даже школьники. Ежемесячно мы собираем от 45 до 50 тонн шампиньонов. Около 40% продукции реализуем на местном рынке. Остальное экспортируем в Арабские Эмираты и в Россию. Представителям России и Украины не удалось достичь соглашения о транзите российского газа на переговорах в Брюсселе. Вместе с тем отмечается, что встреча была конструктивной и сторонам удалось сблизить позиции. Россия и Украина заявляют, что намерены подписать новый договор по истечению срока нынешнего и работать по европейским правилам. Срок соглашения о транзите, подписанный в январе 2009 года, истекает 31 декабря 2019. Евросоюз заинтересован в стабильных поставках газа и намерен добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит сроком не менее чем на 10 лет. Брюсселе считает, что это позволит сделать украинскую газотранспортную систему привлекательной для инвесторов. Министр энергетики России Александр Новок заявил, что Москва согласна продлить и действующий контракт на короткий срок. Более 40% российского газа идет европейским потребителям через Украину. Россия заявляет, что с запуском второй очереди северного потока и турецкого потока может поставлять в Европу те же объемы. В «Газпроме» не исключают, что газопровод «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца года. Такое законодательство не успеет, коллеги, принять. Мы готовы работать и по старому контракту, предложить подписать с коллегами контракт на период до имплементации европейского законодательства. Есть риск, что контракт не будет подписан. Но мы надеемся выполнить необходимые действия, чтобы достичь соглашения и начать работу в соответствии с европейскими правилами. Цена на транзит газа будет зависеть от объемов, которые будут проходить через украинскую газотранспортную систему. Армения наращивает экспорт вина. В этом году в Россию и Европу республика отправила на 40% больше алкогольного напитка, чем в прошлом. На сумму 6 миллионов долларов. Одно из самых популярных – гранатовая. Часть идет на внутренний рынок, часть отправляется за рубеж. С начала года Армения экспортировала более 2 миллионов литров вина в Европу, США, Китай, Казахстан и Россию. В последнюю отправили почти 70% всей продукции. 40% рост экспорта произошел и за счет репутации армянских вин на международных выставках. За высокое качество они регулярно получают золотые медали. Армения активно развивает гастрономический туризм. Многие иностранцы едут в страну попробовать традиционные блюда, которые известны своими ароматными приправами. Больше на российском рынке, конечно, гранатовое вино, объемы возросли неизмерно, но и в Европе тоже. В Германии более полутора миллионов человек, а именно 1 миллион 650 тысяч, живут за чертой бедностью. И с каждым годом в их числе оказывается все больше детей и пенсионеров. Глава благотворительной организации, обеспечивающей малоимущих продуктами питания и одежды, бьет тревогу. По данным организации, за минувший год число тех, кто без помощи его организации не может свести концы с концами, выросло на 10%. Среди детей и подростков показатель увеличился на треть, среди пенсионеров на четверть и на 20%, среди беженцев и просителей убежища. Самыми распространенными причинами обращения за помощью, по информации, является долгосрочная безработица и низкая пенсия. Эксперты призывают власти принять срочные меры. В противном случае, через несколько лет, проблема бедности среди пожилых людей затронет общество так же, как сегодня. Проблема изменения климата. Первое отделение благотворительной организации, продающей товары первой необходимости по символической цене, открыло столице в 1993 году. На сегодняшний день по всей Германии работают 947 региональных отделений, привлекающих более 60 тысяч добровольцев. План спасения старейшей в мире туристической компании Thomas Cook под угрозой. Необходимо дополнительное финансирование. Летом руководству удалось согласовать план спасения фирмы, предложенной китайской корпорацией Focus Tourism Group. Она предоставила 508 миллионов евро в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25% авиакомпании группы. Еще 508 миллионов евро обещали банки-кредиторы, однако заемщики потребовали дополнительные 226 миллионов евро. Если компании не удастся найти средства, она будет передана под внешнее управление в ближайшие дни. Компания Thomas Cook была основана почти 180 лет назад. В ней работает 21 тысяча сотрудников. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов. 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе. В основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран. Стоимость акции Thomas Cook после новостей о необходимости привлечь дополнительное финансирование упала до рекордно низкого уровня, снизившись в общей сложности за последний год на 90%. Правительство Германии потратит более 54 миллиардов евро на защиту климата. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Благодаря экологическим нововведениям уже в этом году цены на железнодорожные перевозки снизятся. Что касается авиабилетов, они подорожают. Также подорожает бензин и дизельное топливо. Согласно новому плану, Германия делает ставку на электромобили. К 2030 году их на немецких дорогах должно стать до 10 миллионов. Почему мы решили инвестировать в защиту климата? Потому что мы уверены, что это будет стимулировать развитие новых технологий. Мы и политики не можем следить за инновациями во всех областях. Что разрабатывают ученые, какие креативные идеи появляются, а также, как меняются технологии со временем. Мы выбираем новый путь, который включает в себя множество аспектов. В особенности крупные инвестиции в защиту окружающей среды. До 2023 года мы собираемся потратить 54 миллиарда евро. Это немало. КОНЕЦ КОНЕЦ